У нас тренируются разные люди разного возраста, разного поколения, разного уровня подготовленности. Наша задача здесь поменять жизнь людей через спорт, для того, чтобы максимально приблизить наше общество к занятию спортом, каким бы то ни было. Каждого, каждого максимального влечь. Сегодня у нас проходят мероприятия, посвященные уже коду существования нашего бегового клуба. Как раз в честь этого мы решили провести контрольный забег на дистанции 5 километров. Худших у нас нет, у нас все найдут свое место. Каждый в любом случае имеет свою цель определенную и движется к ней. Могу привести несколько примеров. У нас ребята, которые уже регулярно занимаются примерно с июня и июля месяца, практически год, они уже примерно каждый контрольный забег улучшают свое время на дистанции от 30 секунд до минуты. Ну, я вам скажу, на дистанции от 3 до 5 километров это очень крутой результат и это здорово. Вообще для нас бег, ну, конкретно для меня бег это образ жизни. Для многих и здесь, из бегового клуба, это как кому-то этот способ выделить себя, кому-то просто держать свое дело в очень хорошей форме, кто-то готовится к определенным стартам. И каждый конкретно может что-то здесь взять, ну, на нашей тренировке что-то взять для себя. Для хорошей формы бег здорово подходит, потому что это одна из лучших кардионагрузок и, я бы сказал, одна из самых дешевых кардионагрузок. В принципе, для того, чтобы держать свое тело, в принципе, еще в форме, это после каждой тренировки мы делаем упражнения, как раз не только беговые, но и все мышцы. То есть пресс, спина, руки, ну, пресс, то же самое. Сейчас мы немножко разделились. У нас 3 тренировки проходят на набережной и 3 тренировки проходят в районе торгового центра «Кристалл». Там мы собираемся прямо в магазине, у нас есть где переодеться, соответственно, есть водичка, чтобы убить, удалить жажду. И в самом магазине мы делаем конкретно уже упражнения как раз силовые. Переодеваемся прямо в нашей беговой стеле, там можно оставить ценные вещи, можно переодеться. В принципе, вся тренировка построена для, грубо говоря, для всей массы людей, но если у кого-то какие-то свои цели, соответственно, мы немножко можем подкорректировать под каждого человека, ну, естественно, при его самочувствии. Вдруг он себя, ну, плохо чувствует, не выспался элементарно. Мы всегда подкорректируем и всегда входим в положение, даем чуть меньшую нагрузку или чуть большую, если человек куда-то готовится, соответственно. Люди, которые только начинают заниматься бегать, может быть, кто-то вообще даже, ну, грубо говоря, никогда не слышал о беге, занимался каким-то другим видом спорта или вообще спортом не занимался, найдет себе место здесь обязательно. Мы всегда поддержим, мы направим в нужные русские, просто посмотрев, ну, увидев нашу стелу, увидев расписание, звонят тренером, дожидаются здесь тренировки. Многие узнают о нас в наших магазинах. То есть мы в магазине даем листовочку, там написано номер тренера, там есть все расписание, где, когда и как с нами можно связаться. Плюс у нас есть группа ВКонтакте, Adidas Randoz, Тюмень, где всегда свежая информация. Мы всегда делаем анонс тренировки, в будущем пишем примерную погоду, чтобы люди знали, как можно одеться, как подготовиться к этому и знать, чтобы во сколько их, где вдруг если тренировка перенесется, либо что-то поменяется, чтобы люди были с удостоверены. В Adidas Randoz я пришла этой осенью, после того, как увидела первый забег в нашем городе Тюмень бежит. Я посмотрела на бегунов, посвятилась ими и решила, что мне тоже нужно начать заняться бегом. В беговом клубе я занимаюсь чуть меньше пяти месяцев, и меня радует то, что раньше в детстве мне было запрещено бегать, а теперь для меня день без бега – это очень грустно. После того, как мне рассказали о технике, о том, как правильно дышать, как правильно работать руками, как правильно поставить стопу, после поставленной правильной техники у меня появились результаты, и теперь все гораздо легче и проще, чем. Я пришла одна, и я познакомилась с очень многими людьми, все мы разные, но все мы друг друга поддерживаем, все помогаем друг другу, и мне это очень нравится. А сейчас я хочу бегать к большей дистанции, хочу клинти к полумарафону, а дальше, может быть, и любиться к большей дистанции. Я в беговом клубе Adidas с января месяца. Вы знаете, я очень благодарна нашим тренерам. Это замечательные, активные, знающие, талантливые люди, и то, что они научили нас делать за полгода, это дорогого стоит. Вы знаете, у меня практически сразу появился результат по бегу. Сейчас я бегаю 5 километров, могу даже 10 километров пробежать, хотя до января месяца этого вообще никогда не делаю. Поэтому результаты колоссальные, результаты мощные, и то, что делает наш клуб, ну, в городе Тюмени мало кто умеет. По моей рекомендации, в наш клуб пришли несколько человек, тоже очень благодарны и с радостью ходят в наш клуб. I love running two men. Классная команда, хорошие тренеровки. Тренеры тоже очень хорошие. Беговые общества на самом деле везде хорошие, люди позитивные. И любим бежать, бегать, безусловно. Нам главное участие, бег ради удовольствия. Чтобы никто не отстывал. Не подражай. Мы находимся в зоне комфорта. Это, конечно, признак клуба, что мы выбрали правильный темп. Блок получает те ребята, которые, скажем, больше всего, ну, внесли достаточно большой вклад в наше беговое сообщество, то есть активно участвуют в жизни нашего бегового клуба. И давно с нами, вместе с нами тренируются и защищают большую часть тренировок. Развивать бег среди людей, обычных любителей, учить их правильно бегать, помогать им в этом. Мы проводим тренировки по всей России, и во многих городах существуют такие беговые клубы. Уже год работаем, да, по 6 дней в неделю, работаем с людьми. Любой желающий может с нам прийти, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова